Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас в начале месяца – карта звезды. Карта исполнения ваших желаний, карта исполнения ваших мечт. У вас идет, да, знаете, после какой-то, ну, знаете, как, может быть, это на протяжении полгода или какой-то, но были какие-то желания, которые они у вас уже в октябрь месяца у вас будет исполняться. По звезде это, может быть, для вас было тяжело. Но о чем вы, о чем вы мечтали раньше, для вас будет это как исполнение. Давайте посмотрим, да, следующая карта, и что это касается для вас. Это касается восьмеркой кубка. Восьмерка кубка показывает, вот, у вас будет в начале месяца то, что, о чем вы мечтали. Может, кого-то желал отпустить какого-то человека из прошлого. Может, кто-то желал, чтобы какие-то ситуации, да, которые были в прошлом в не лучшую сторону. Но у вас идет это желание, что они отпускаются, они уходят из вашей жизни. Вы их как-то перебороли, да, отпустили. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас. Следующая карта на начало месяца, да, что у вас это касается какой-то привязки. Привязки, как я правильно сказала вам, может быть, это касается какого-то прошлого человека, который вам было очень тяжело. Кто-то, может быть, будет исполнение своих желаний, что очень долго работал, да, именно с привязкой. Это не то, что когда говорится о чувства, а именно говорится о том, что вы очень быстро привыкаете к людям. И у вас это идет. Мои дорогие близнецы, те, которые не могут сами справляться, да, вот именно поработать именно вашей привязкой, и это касается любовной привязкой, это касается то, что когда вы проходите какой-то урок с человеком, то здесь может, да, как-то вот именно в начале принять какое-то решение, да, поработать не именно на вашей, да, именно вот этой привязке. Возможности есть, но только чтобы у вас было желание. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине. Это карта Королева Жезла. Женщины, это вы сами. Это вы сами то, что вы, можем сказать, что вы поборолись сами с собой, да, вы работали над собой для того, чтобы вы отпустили кого-то из вашей жизни, да, вы, может, людей отпустили, может быть, какие-то были ситуации, конфликты, да, которые для вас было легче, да, простить людям и отпускать, чем, да, как-то спорить. Мужчины, если это вы, то те, которые в отношении, рядом с вами, есть такая женщина, благородная, понимающая, которая вас будет поддерживать, которая вам будет, да, вам, может быть, помочь отпустить что-то из вашего прошлого. Давайте посмотрим следующая карта. Для вас это на середине месяца Королева Мечей. Женщина, это ваше благородство на середине месяца и ваша хладнокровность, да, вы не та женщина, которая раньше могли всем, да, прощать и дать возможности как-то вас обидеть или как в прошлом. Здесь вы просто начали, да, как правильно понимать, где есть плюсы, да, с кем вам нужно общаться, и где есть минусы, с кем вам нужно просто прекратить общаться. И вот просто, даже если касается отношений, одинокий мужчина и женщина, то это вы ставите точки, вам уже не нужно это, да, как в прошлом. Вы просто хотите уйти от таких ситуаций, как вы раньше поступали именно сами с собой, да. Здесь мужчина и женщина, которые в отношении, вам нужно, да, мужчины, прислушиваться вашей женщине, да, она вам будет помогать кого-то, да, убрать из вашей жизни, и она будет просто, чтобы вы понимали, что есть люди, которые рядом не должны быть с вами. Женщины, это вы сами такие благородные, но в то же время просто, как говорится, убирайте людей из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта Король Кубка. Женщина одинокая, это касается, может быть, какая-то привязка была, которая может быть, через какого-то ритуала вы работали, да, и отпустили его. Но здесь еще может быть, что вам, те, которые не могут отпускать, да, человека, вам уже нужно, да, это сделать в середине месяца, потому что для вас, да, может быть, этот быть был человек, для вас любимый человек, желанный человек, который вы хотели построить что-то, но уже пришло время для того, чтобы, если вы хотите в будущем быть счастливым, да, если вы хотите постараться что-то новое, дать себе возможности в жизни, то вам нужно отпускать вот именно какого-то человека из вашего прошлого. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это карта Тройка Пентакли. Знаете, вам что поможет? Обучение, повышение квалификации. Знаете, это будет как какие-то знания, через какие-то знания вы сможете отпускать что-то из вашего прошлого. Но это то время, когда вы уже должны делать. Это то время, когда уже вы должны постараться. Может быть, это привязка, это как кармический человек, когда проходите какой-то урок, и вам тяжело отпускать. Но это не про любовь, а именно про работать себя с этим человеком. Для вас этот человек, как учитель может быть. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Девятка Пентакли. Вот смотрите, если вы не начнете поставить точку на вашего прошлого, просто хладнокровно расчиститься женщина, то вы может под конец быть в этой состоянии. Пустота, апатия, тоже в ожидании, что никакие изменения. Только вы сможете это, чтобы вы сами отпустили. Только через ваши желания. Но даже можно сказать, что это показывает, ближайшие три месяца, вы должны поработать над этим. Если у вас не получается, может через каких-то ритуалов, может какие-то обрубка родовая, кармическая, сексуальная, может вам нужно просто это отпускать. Давайте посмотрим, что вам высшая сила советует, мои дорогие близнецы, женщины и мужчины. Двойка Пентакли. Держать свой баланс. Вот на протяжении всего месяца подумать, как вы можете отпускать своего прошлого. Хотя здесь я вам скажу, возможности есть. Если у вас просто придет осознание, вот вам просто нужно поработать, да, и понимать, что есть, даже вот если сказать про мужчин и женщин, которые в отношении, есть люди, которых не должно быть в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.